всем привет сегодня поговорим немножечко о таком недуге с которым редко но сталкиваются птицеводы вертолет у птиц то есть как вертолет у птенцов будет наверно так правильно сказать сейчас я вам покажу я столкнулся сам с таким недугом у волнистых получился вертолет сейчас пойдем к волнистым покажу что это такой вертолет как я буду с этим бороться и какая будет победа и будет ли вообще победа и так мы с вами снова в гостях у волнистых попугаев волнистых попугаев кто смотрел ранее видео здесь в пятом номере номера я продаю номера я пронамировал на качели катаются кто не в курсе посмотрите раньше снятые видео вот в пятом номере у меня как мне кажется или как я считаю самая крупная самка это был самец улетел сейчас мы попросим самочку выйти вот видите номер пять там есть пенсион она сидит сейчас мы это все дело поставим вот самка вот птенцы значит смотрим так чтобы вам было хорошо видно чтобы мне было хорошо видно и так что такое вертолет что такое вертолет вертолет называется вот такое вот отклонение от нормы буду показывать носичками вот видите лапка у него правильная у птенчика правильная лапка они там под ним под ним а у этого его братика или сестры влево лапка прям уходит сильно а здесь вот в опилках он зарыл справа уходит обратили внимание сейчас я их достану положу на специально приготовленный мною стол вот видите как он лапки держит а вот рядом его брат который нормально но это он разъезжается потому что толстый сейчас я покажу вам вот это они нормальный просто тут скользко тоже непонятно да как же быть может все вертолеты ну вот это точно вот видите как сильно лапки вот это вот прям стопроцентный вертолет вот это мы будем сейчас лечить или делать профилактику так пока пусть тут тут по холодный надо бы подстелить может что-то ну ладно так вот эти вот старшие стопроцентный вертолет как я считаю могу ошибаться может быть это 200 процентный вертолет а может а здесь вот лапки нормально я думаю этого этого не стоит скручивать а вот этот непонятно ну что тоже вертолет что ли видимо у всех вертолет вот он эту лапку пытается нормально поставить но не получается значит будем считать что все вертолет выходит так в общем ладно с вертолетами мы разобрались показываю пример на вот этих вот старшеньких сейчас я их буду устанавливать им такую штучку не знаю как называется но посмотрите значит смотрите наша задача наша задача заключается в том чтобы вот эти лапы вот эти лапы были вот таким образом вот они должны быть вот так вот так вот мы сейчас таким образом зафиксируем берем кому что удобно я допустим сейчас буду показывать на изоленте вот это дело скрутим и на пять дней в таком состоянии оставим вот в таком чтобы они были рядышком через пять дней мы снимем удержатель и я думаю вертолета не будет сейчас для этих целей нам понадобится обыкновенная изолента берем изоленту отматываем допустим честно сказать не знаю сколько отматываем но может там сантиметров 5 отмотайте 6 кому как удобно я делаю это первый раз поэтому сам толком не знаю есть другие варианты можно там допустим в рюмочку опустить они там сами с такую рюмочку с узким дыном они там сами вы выравниваются эти лапки только там кормить на на неудобно допустим индюка можно так изоленту разрезаем вот так повдоль чтобы она была узенькая сейчас понятно вот изоленту разрезали на две части получилось две таких узеньких штучки полосочки называются да теперь берем вертолетчика и скручиваем ему эти лапки по литературе в принципе так и написано только там более другим другим материалом они работают в общем я думаю изолентой будет неплохо в общем не судите строго кстати а то начнете меня тут тапочками закидывать не надо я делаю это первый раз хочу я только добра от своему птичку что думаю все получится вот замотали вот так старайтесь чтобы у вас пальцы были свободны конечно блин нифига у меня толком не получается я переживаю чтобы пальцы были в движении понимаете вот за это хочу вот где колено вот сюда заводим изоленту раз потом вторую поправляем захватываем так видно то я может на камеру ушел и заносим тут у нас перья прилипли хотя бы один наоборот правильный сделать но не получается может надо было позвать помощника но никого не позвать так друзья пошло дело дело пошли ну вот таким образом пальчики оставить остаются в движении вот они свободны ничего я не передавил птенчик будет находиться вот таким образом в гнезде я думаю что все будет хорошо завтра приду проверю как-то непонятно но в принципе суть поняли вот связали мы лапки чтобы они были рядышком и они у него не разъезжаются и вот так на пять дней но можно здесь посвободнее сейчас я перемотаю без камеры покажу вам снова друзья смотрите придумал новый метод вот намотали на одну лапку затем эту ножку подвели и теперь намотали на эту лапку изолента должна быть липкая чтобы чтобы хорошо держала вот теперь получается нормально они обе держат его над коленом пальцы у него свободные он может передвигаться вот таким образом так лучше получилось все теперь я его кладу таким образом всех сматываю кладу в кучку чтобы они друг друга грели и все вот что-то они у него как-то не туда уходят вот так кладем тоже не получается надо сделать видимо вот здесь надо смотать чтобы он на них лежал а так получается он ложится они у него что-то сзади я не знаю может так будет плохо вот у меня с третьего раза получилось я перемотал видите до колена между коленом и лапками я смотал теперь смотрите он ложится вот он ложится и лапки под ним ну приду через часик посмотрю как это будет у него происходить чтобы он их назад не оттопыривал сейчас я второго третьего четвертого таким же образом скручиваю и на четыре дня ну можно будет через на следующий день посмотреть как они тут себя чувствуют если что-то неправильно то перемотать а так четыре дня держим потом снимаем и смотрим результат и так вот наша задача моя задача удалась я связал всем лапки видите как вот и он на пузике лежит лапки под ним обратите на это внимание лапки под ним все лежат у малышей лучше они ложатся хорошо то есть если раньше заметите делайте раньше чем раньше заметите тем больше шансов что все получится вот видите все посвязывал чем раньше заметите тем больше шансов что все будет лучше как раз увидел старший клеток уползает все я всех перемазал переизолить изолировал обратите внимание чтобы они у вас все лежали с подмятыми под себя лапками все на второй день проверяем даже можно в первый день чуть попозже прийти проверить и потом будем снимать через 4-5 дней будем снимать повязки и посмотрим результат надеюсь на положительный результат все птенцы спокойно засыпает все птенцы спокойно засыпают мы закрываем кормушку вернее домик закрываем это был номер 5 видно да запомнили сейчас посмотрим мать примет все все добрых снов там все нормально дело к вечеру просто идет через 4 дня снимаем повязки можно конечно использовать другие методы более может быть губарные или проще или сложнее не знаю но вот я так попробовать так хочу должно получиться я считаю это самым простым методом там большое спасибо в комментариях человек мне написал свой метод 4 палочки надо делать ну что то я немножко думаю что у меня не получится этот метод ну а там кто и узнает может я ошибаюсь надо будет попробовать но если изолента не получится тогда будем пробовать другой метод все тогда ждем 4 е и так прошли у нас первые сутки нашего моего эксперимента сейчас посмотрим что здесь происходит перед нами номер 5 ну вот смотрите мамаша сидит рядышком никого она не давит это я к тому что есть версия что с вертолета возможно что там самка давит спинцов вот эту версию в принципе можно не рассматривать больше подходит версия что неправильный обмен веществ и причинно-следственная связь потому что не усваивается то витамины то минералы вот пожалуйста смотрите ножки розовенькие пальчики пальчики шевелятся то есть ничего не передавлено все хорошо оставляем еще на сутки в принципе некоторые говорят достаточно два дня некоторые три мнения расходятся обратите внимание птенцы накормлены чуть не уронить все хорошо у них у этого тоже лапки розовенькие все нормально так сейчас всех посмотрим быстро тут тоже все нормально главное что она их кормит ну и тут у них все хорошо лапки розовенькие не синие я проверяю потому что боялся думаю вдруг передавливает там что-то все нормально чистые розовые все укладываем их удобно по возможности все идем на вторые сутки мы снова проверяем волнистых с вертолетами вторые сутки сегодня вторые сутки у нас мамаша рядом сидела вот пожалуйста птенцы в нормальном состоянии сейчас посмотрим накормлены они не накормлены не поймем но жоп есть у него не плотный конечно но накормленный этот тоже этот вот не особо накормленный если видно лапки по-прежнему розовые тут прямый скал надо убрать все так маленькие в каком состоянии лапки розовые попы все нормально продолжаем это у нас двое суток идем идем на третьи сутки истекли у нас третьи сутки пришло время проверять в наших волнистых в пятом номере у которых вертолет вот обратили внимание где самка сидела самка сидит сбоку постоянно птенцов не давит также обратите внимание птенцы и располагаются вот этот видите вроде как правильно располагается а у этого вот сзади они должны быть под себя это изолента с ножками должны быть под ним под ним она немножко сзади итак смотрим проверяем что у нас здесь в плане похоже оп а этот уже и оторвал а вот он изолента валяется видите как сделал что вот у этого само отвалилось ну вот смотрите маленький был похож сейчас я маленький был похож на вертолет сейчас мне кажется от вертолета нет следа лапки вместе вот видите как правильно стоят даже если их раздвинуть он их держит так этот можно сказать что получилось так следующего интересно как он избавился от изоленты вон вон видите как он даже сам пошел лапками они у него не разъезжаются а он ими может работать вот это я думаю что у него точно уже вертолет прошел так здесь сейчас будем снимать я взял ножнички и аккуратненько ножнички остренькие должны быть чтоб все это дело аккуратненько смотрите видите ножки не разъезжаются ну что получился вот он стоит на ножках держится я его опускаю вниз так сейчас сейчас мы с вами посмотрим этих крупных у них был самый сильный вертолет зоб у него накормлен но слабо мне кажется знаете он особо не передвигался и самка старалась так-то не кормить здесь немножко у него испачкано все сейчас почистим так аккуратно подрезаем тут главное пальцы не подрезать и стенцу все это изолента была просто немножко в кале так переворачиваем и смотрим помните как сначала ножки были прям абсолютно в разные стороны сейчас вот они стоят как положено уже не вертолет я думаю еще понаблюдаем как они у него будут развиваться возможно возможно надо будет старшим повторить немножко чтобы они выработали ну чтобы конкретно было сейчас вот не пойму я вроде бы не так разъезжаются как раньше ну что то почему то назад но он так был вот видите он пытается встать на ножки вот он пытается встать на ножки ну в общем все я снимаю на третий день на третьи сутки буду наблюдать возможно что придется старшим немножко еще повторить эту процедуру может еще пускай он день поползает а потом повторим но смысл в том что уже у него нет такого вертолета как было но почему то вот назад нога уходит здесь еще один у него тут есть старший а у этого тоже тут еще закатана сейчас мы разрежем ножницами сейчас минутку почистим ну вот после того как сняли гипс он еще не поймет что ножкам делать надо ноги в принципе не разъезжаются но как немножко он может подзатекли немножко посмотрим значит смотрите у маленьких прям хорошо получилось вертолет убрать у старшеньких что то под вопросом не сказать что вертолет ну и не сказать что прям идеально ну по крайней мере вот так вот они как были помните на первом видео первый день уже того эффекта нет вот он может на них прекрасно сидеть все буду наблюдать потом расскажу что получилось дальше ну таким образом можете бороться с вертолетами все продолжение следует всего всем хорошего до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания